Пока все восхищаются котиком, никто не замечает вышедшую недавно неплохую партийную RPG. По крайней мере, российский пока живой ютуб её не заметил. Всем привет! Вы на канале Сальсогеймер опять, чтобы узнать, во что поиграть. Меч в руки и погнали под земелье! Дэнджерс оф Сандария это многопользовательская партийная RPG в компании на четырёх человек. Вы можете играть с друзьями как по сети, так и с разделённым экраном на четверых. Для разделённого экрана вам понадобится одна версия игры на четверых. Разработкой занимается Индустри Геймс. Это уже третий проект ребят. Да, они тоже делали партийный многопользовательский экшен RPG. В одной из них Zeus Battlegrounds Steam можно покатать бесплатно. Пожелаем ребятам удачи! Как и в любой игре RPG, вам предстоит сначала выбрать и настроить своего персонажа. Из раз доступный человек, дворф, эльф, хафлинг или хоббит, а также орк. Потом стоит определиться с классом. Чемпион — это тяжело вооружённый воин в броне и с мечом. Клерик — это что-то вроде паладина. Рейнджер — специалист по дальнему бою. Вор — ловкий, умеет становиться невидимкой. Подкрадываться к врагам и одним ударом, ну... Ну а волшебник — он и в Африке волшебник. Чем занимаются герои в RPG? Правильно, отнимают скопленное непосильным путём золото и отнятые у благородных жителей Сандарии артефакты у тёмных сил. Естественно, весь награбленный лут возвращать приключенцы никому не собираются, а с чистой совестью оставят себе. На ваш выбор четыре подземелья — склеп ужасов, тёмная лощина, луга и логовый царанит и стеклянные земли. Для каждой локации игрок может выбрать свой уровень сложности — лёгкий, средний и ужасный. Если на первых двух в одиночку вы сможете играть без проблем, то на ужасе мобы поставят вас в интересное положение и выстроятся в очередь для совершения всяких непотребств. Сразу пойти в любое место, куда захочется, не дадут. Вам предстоит поначалу побегать на локации «Склеп чемпиона» и поучиться основам игры. На локацию вас выпустят в одних обносках с кривым оружием, но первым лутом здесь уже можно будет обзавестись. Такие все типичные для RPG. Есть тёмные маги, дублины, тёмные войны и прочая подземная живность. Бои проходят в реальном времени, мобы не блещут тактическими способностями, прут на пролог и на низких уровнях сложности не атакуют первыми. Но расставлены так, особенно лучники и атакующие маги, что вы не сразу их заметите. Или заметите, когда вам прилетит стрела или энергетический шар в лицо. Смотрел один стрим, где в первом же подземелье стример умер раза три, после чего психанул. Так что просто переть на пролом, ломая лицом копья мечи и стрелы, здесь не прокатит. Бои далеко не высокая материя военного искусства. Вы тупо обмениваетесь ударами с мобами и иногда уворачиваетесь. Мобы могут также проводить спецатаки. Отравить вас ядом, поджечь или обездвижить им расплюнуть. У игрока есть кнопка для атаки и у ворота. А внизу у вас навешаны спецприёмы, которые вы можете применить. Рядом иконки, куда вы можете повесить зелье и что посчитаете нужным. Поскольку игра вышла ещё и на PS5 и на Xbox, на ПК удобнее играть с геймпада. Как только откроете первые сундуки, сможете и прибарахлиться. Одеть на себя кольца, оружие чутка получше, сапоги обуть. Награды получше будут в других подземельях. Также новое оружие и доспехи можно купить и заказать у кузнеца. Гоблин будет снабжать вас новыми зельями. А волшебник поможет подобрать спецприёмы по вкусу. Или собрать даже целую коллекцию, чтобы их можно было комбинировать в бою. Что немаловажно. Торговцев можно будет найти в посёлке. Познакомят вас с ними перед первым заданием. Туда вскоре игроки отправятся. В самом тёмном загудке подземелья будет прятаться босс. Боссы здесь большие, с несколькими типами атак, а также могут накладывать целую кучу дебафов. Оставить вашего персонажа подземелья навсегда и мраз блюнуть. Так что запасайтесь зельями и лучшим оружием, прежде чем отправиться с ним воевать. Графика звёзд с неба не хватает, но и не отталкивающая. Вполне нормальная для многопользовательской игры. Уровни коридорные, так что заблудиться в них очень трудно. Но вот модельки персонажей, человек и орк мне понравились. А вот и эльф, как говорится, лицо с обложки и неповторимый оригинал. Пока в игре всего 4 довольно большие локации, которые в среднем пробегаются за полтора часа. Но пока игра в раннем доступе, и разработчики обещают поддерживать её лутом. К сожалению, лично для меня все миссии однотипные. Зачищать подземелья и убивать боссов, это может быстро надоесть. Но будем надеяться, что разработчики расширят игру и сделают её интереснее. Игра вышла 18 июля в ранний доступ на ПК, ПС и Xbox. Между платформами есть кроссплей. Русский язык не поддерживается, к сожалению. Это всё, что известно об игре на данный момент. Всем спасибо за внимание. Всем пятничного расслабончика. Удачных выходных. Если всё же вам больше интересны котики, то на канале есть видео по стрей. Я планирую также проходить игру на своём стрим-канале на Good Game. Вступайте в моё сообщество в Дискорд, где можно обсудить последние игровые новинки. Напоминаю вам, что вы все красавцы и красавицы. Спасибо, что смотрели. Ролики выходят в среду, четверг и пятницу в 16 часов по Москве. Не забудьте поставить ролику лайк и подписаться на канал, чтобы всегда знать, во что поиграть. Вчерканите в комментариях что-нибудь героическое. Пока-пока и не бомби по пустякам.